Пожалуй, самый удивительный и амбициозный эксперимент в дикой природе. Крупнейшие и сильнейшие среди себе подобных попадают в абсолютно незнакомый мир, где им предстоит пройти невероятно суровое испытание и даже изменить ход истории. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой и героей сегодняшнего выпуска – Йеллоустоунские волки. На протяжении столетий серые волки являются бесспорными лидерами среди всех наземных хищников. Но всего сто лет назад во многих регионах они нещадно истреблялись за нападение на домашний скот, и Йеллоустоун, первый в мире национальный парк не стал исключением. Здесь в 1926 году был застрелен последний волк. Однако через десятки лет люди все же пришли к выводу, что убрав элемент из пищевой цепи, они обрекли экосистему на катастрофические изменения. Неконтролируемый рост числа оленей привел к дефициту некогда богатой растительности, от которой зависят десятки видов животных. Наконец, почти 70 лет спустя ученые решились на повторное заселение хищников, и в 1995 году на волю были выпущены предварительно пойманные в Канаде 14 взрослых особей. А еще через год подобная участь постигла еще 17 животных. Никто не знал, смогут ли они обосноваться в незнакомом месте, но уже совсем скоро в парке произошли невероятные перемены. Успешное господство невозможно без строгой иерархии, и в новообразованных стаях совсем скоро нашлись свои лидеры. Это позволило быстро закрепить границы владений и определить самое богатое охотничье угодье. Канадские волки являются одними из крупнейших в мире, поэтому их первостепенной целью стали самые массивные из расплодившихся копытных. Длинные ноги, развитое легкие и большое сердце позволяют волкам подолгу преследовать стадо, но они экономят энергию до тех пор, пока не выберут подходящую мишень. Как только наиболее слабая особь выделяется из толпы, хищники начинают погоню в полную силу. Выбранная цель может попытаться присоединиться к остальным, но затеряться в толпе уже не выйдет, ведь десятки глаз направлены только на нее. Мощные челюсти прямо на бегу впиваются в шею, и в считанные секунды на помощь приходят остальные члены стаи, что делает любые попытки вырваться обреченными на провал. Огромные самцы требуют куда более слаженной работы, ведь у одного атакующего нет шансов удержать столь серьезную добычу. Погоня может стать смертельно опасной даже для матерых членов стаи, поэтому сразу несколько охотников вгрызаются в разные части тела жертвы и тянут ее к земле. В таком состоянии олень уже не в силах использовать свои рога и копыта для защиты. Волки очень избирательны по отношению к добыче, и их целями становятся старые, больные и наименее приспособленные особи, в чем и заключается их роль как санитаров леса. Подобные тактики были эффективны в любое время года, и при избытке добычи популяция заселенных волков стала быстро увеличиваться, а мощь отдельных стай достигла фантастических высот. Конечно, несколько десятков особей не могли за короткое время истребить множество оленей, но хищники кардинально изменили их поведения. Олини стали намного осторожнее. Если раньше они паслись в низинах, выщипывая все подчистую, то теперь копытные стали избегать открытых участков, вследствие чего возобновился стремительный рост травы и деревьев. Конечно, у новых хозяев обширных владений не всегда все складывалось гладко. Несмотря на большую площадь, места с обилием потенциальной добычи встречались не так часто. Поэтому за лучший кусок земли между соседними стаями возникали конфликты, которые могли обернуться ожесточенным сражением, где каждый член стаи готов был отдать жизнь за будущее собратьев. Сражение за лучшие места – удел сильнейших, но были и стаи, которые выбрали менее привлекательные угодья взамен на спокойную жизнь. Здесь, в глубине парка, они могли полностью сосредоточиться на поисках добычи. Но в этих краях олени не столь частые гости, поэтому волки в полной мере освоили охоту на настоящих титанов севера – бизонов. Волки могут следовать за стадом несколько дней. Все это время они оценивают потенциальную добычу и ищут лучший момент, чтобы нанести удар. Совместной атакой хищники сеют панику в стаде и пытаются отделить от него выбранную особь. Когда им это удается, все усилия бросаются на преследование жертвы. Бизоны выносливы, но из-за толстой зимней шубы они быстро перегреваются, поэтому погоня не затягивается. Даже измотанный гигант может стать смертельно опасным. Однако слаженные действия самых опытных членов стаи не оставляют жертве шансов. Молодые одиночки, покидающие дом в поисках новой семьи, также вынуждены преодолевать суровое испытание. Ведь отсутствие опыта и поддержки себе подобных превращает добычу пропитания в чрезвычайно сложную задачу. И чтобы с ней справиться, нужно быть не только сильным, но и сообразительным. Этот голодный зверь готов бросить вызов самому опасному местному хищнику, но это лишь часть его плана. Отводя медведя все дальше от добычи, волк внезапно поворачивает назад, и выигранного времени хватает, чтобы урвать свой кусок. Однако в одиночку этот охотник не способен противостоять даже койотам, и он вынужден спасаться бегством как от агрессивно настроенных конкурентов, так и от себе подобных, ведь нарушение границ стаи может обернуться самым суровым наказанием. Наконец, одиночка использует единственный шанс выжить и успешно присоединяется к стае вдали от своего дома. Такой обмен между группами позволяет избежать перенаселения, вносит генетическое разнообразие и даже способствует созданию новых стай. Таким образом, на сегодняшний день популяция волков Йеллоустона насчитывает около ста особей, и еще столько же переселилось на соседние территории. Заметное влияние волки оказали и на численность койотов, которые в их отсутствии чувствовали себя превосходно. Высшие хищники не терпят такого соседства, и при любом удобном случае преследуют уступающих в размерах конкурентов. В свою очередь, уменьшение популяции койотов заметно улучшило положение зайцеобразных и грызунов. Наконец, рост растительности вновь привлек насекомых, птиц и даже бобров, которые создают масштабное сооружение, чем привлекают и других водолюбивых обитателей. Выросшие вдоль берегов деревья уменьшили эрозию почвы и укрепили берега. Поэтому не без преувеличения говорят, что эти волки изменили течение рек. Конечно, в жизни йеллоустонских волков были взлеты и падения. Битвы за лучший кусок земли, болезни и ссоры внутри стаи заметно ослабляли этих хищников. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что здесь серые волки нашли свой дом, и благодаря им удалось восстановить баланс экосистемы. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!